Привет, друзья! Несмотря на то, что сегодня мы будем говорить о Вивальде, речь пойдет совсем не о классической музыке. Если кто не в курсе, есть такой браузер, и называется он Вивальде. Работает он на движке Chromium, а его создатель Йон Стефансон, также известный как один из основателей Opera Software. Я уже довольно давно задумывался над тем, чтобы сделать на него обзор, но в определенный момент принял решение, что точно делать этого не буду, потому что после того, как я его впервые установил для того, чтобы протестировать и во всем разобраться, его интерфейс мне настолько не понравился, что я тут же принял решение удалить этот браузер. Если вам интересно, почему я сейчас записываю это видео, и почему в итоге я изменил свое мнение, то ответ будет очень прост. Все дело в комментариях. Раньше меня просили рассказать о Вивальде только под обзорами, которые я делал на другие браузеры, но в последнее время такие комментарии начали появляться чуть ли не под каждым моим роликом. В итоге я принял решение, что все-таки дам Вивальде второй шанс, попробую во всем разобраться и расскажу об этом на своем канале. Так что давайте без лишних слов переходить к обзору. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсор этого видео – хостинг-провайдер Yoichosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDERIANA30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы начинаем. Сразу после установки браузера Вивальде предлагается выбрать уровень защиты. Честно, из-за странной локализации я не сразу понял, что нужно выбрать. К примеру, пункт «Слежка и реклама» довольно двусмысленный и непонятно, включает он рекламу или блокирует. Спойлер блокирует. Итак, после первичной настройки мы попадаем на стартовый экран, где пользователя встречает экспресс-панель с предустановленными закладками, часть из которых очевидна реклама. На что сразу хочется обратить внимание, так это на интерфейс. В Вивальде явно забыли нанять дизайнера и тут буквально все детали выглядят очень устаревшими. После беглого знакомства с панелями, кнопками или меню настроек мне снова захотелось удалить этот браузер. Но я в итоге выдохнул и решил отложить это на потом. Так что давайте сейчас говорить о самых интересных функциях, а к внешнему виду вернемся позже. Начну я, пожалуй, с вкладок. У них тут просто невероятное количество настроек и возможностей. Помимо того, что можно менять расположение вкладок и всячески менять их поведение по своему вкусу, есть более интересная возможность их группировки. Если начать перетягивать одну вкладку на другую, то они объединятся в одну и получится группа. После этого можно будет переключаться между ними либо по нажатию на эскиз страницы, либо нажимая на линию вверху вкладки. Извлекаются вкладки из группы тоже простым перетягиванием. Что мне очень понравилось, так это то, что сайты можно не просто группировать, но также размещать рядом в одном окне. По нажатию на эту кнопку в нижней панели можно выбрать расположение и, к примеру, два сайта или более разместить параллельно друг другу. Понятное дело, ширину каждого сайта можно регулировать. Как по мне, это очень полезная возможность и определенно может пригодиться. Кстати, размещать вкладки можно даже и без группировки. Для этого их можно выделить с зажатой клавишей shift и через контекстное меню расположить рядом. Через это же меню при выделении нескольких вкладок их можно закреплять, одновременно обновлять, дублировать, перемещать в новое окно, сгруппировать. И что самое классное, можно выгрузить из памяти ненужные сайты без их закрытия. Вот это очень круто. Еще можно любые вкладки сохранять как сессию и потом спустя любое время, когда они понадобятся, можно все восстановить. Ну а если нужно восстановить недавно закрытый сайт, то можно нажать на эту иконку корзины и выбрать нужный. Кстати, открытые вкладки, если хочется, можно просматривать также и в боковом меню, но уже в виде списка. Из этого же меню есть возможность получить доступ к закладкам, истории, списку загрузок, а также есть возможность писать заметки. Причем они здесь непростые. Каждой созданной заметке прикрепляется адрес сайта, на котором она создавалась. Текст можно форматировать с помощью маркдаун разметки, а еще можно прикреплять к заметкам изображение или даже скриншот страницы. Еще одной особенностью бокового меню является возможность закрепить там абсолютно любой сайт или даже несколько для быстрого доступа. Думаю, это место идеально подойдет для мессенджеров и сайтов, где есть лента новостей. Кстати, если нужно, то для каждого сайта можно отдельно настроить свою ширину, что очень хорошо. Также мне понравилось, что здесь при удалении закладок они не пропадают безвозвратно, а сначала попадают в корзину. Это довольно полезная функция. В принципе, таких полезных функций в Vivaldi просто уйма. Если обратить внимание на нижнюю панель, то там можно обнаружить кнопку для снимка экрана. Думаю, многим понравится возможность сделать скриншот всей страницы, а не только видимой области. А вот за этой кнопкой со стрелками скрывается список эффектов, которые можно применять к активной вкладке. Например, на сайте можно включить карту страницы для навигации, инвертировать цвета или их обесцветить, а также есть возможность включить размытие страницы, когда курсор находится не на сайте или когда вкладка не активна. Если смотреть, что еще есть в нижней строке, то помимо возможности изменить размер шрифта на странице, можно увидеть, что тут отображаются часы. По нажатию на них можно будет не только посмотреть дату, но и даже установить таймер или будильник. У меня складывается впечатление, что в Vivaldi добавили вообще все, что только можно и нельзя. Тут можно создать несколько профилей с разными параметрами. На сайтах есть возможность включать режим чтения и изменять там шрифт или цвет страницы, но в настройках так вообще есть шанс залипнуть на двое суток. Причем изменить можно буквально все, от расположения разных панелей и внешнего вида вкладок, до сочетания клавиш, жестов мышью и так далее. Я и сам до сих пор даже не во всем разобрался. И виноват в этом, конечно, просто ужасный дизайн, который проектировали левой ногой Мамонта. Единственное, что радует, это то, что некоторые ненужные компоненты можно просто выключить, чтобы они не бесили. Если бы я пользовался Vivaldi на постоянной основе, то я бы выключил отдельное поле поиска в верхнем меню и на экспресс панели. Во вкладках я бы отключил эскизы, скрыл нижнюю панель, а боковую сделал бы поверх сайта с автозакрытием. Также удалил бы лишние кнопки навигации в верхней панели, отключил иконку профиля и скрыл все расширения. Вот так браузер выглядит уже более привлекательным, если, конечно, не посещать настройки. Тут, конечно, можно справедливо заметить, а зачем тогда вообще пользоваться Vivaldi, если весь интерфейс стал недоступен. Но на это я могу ответить, что в этом браузере есть гениальная функция под названием «Быстрые команды». После нажатия на сочетание клавиш «Command-E» появляется строка поиска, где отображаются открытые вкладки и есть возможность переключиться на нужную. Но самое главное, что внизу есть список команд, которые можно выполнять. Отсюда можно менять настройки интерфейса и проводить любые другие действия. Мне эта задумка очень понравилась и кажется полезной. Особенно ввод команд пригодится тем, кому не нравится учить сочетание клавиш для разных действий. Нужно просто запомнить одно сочетание «Command-E» и потом ввести желаемый запрос. Кстати, я чуть не забыл рассказать про встроенный в браузер блокировщик рекламы и трекеров, который и считается одной из главных функций в Vivaldi. Скажем так, он что-то блокирует, а что-то нет. Ну и понятное дело, никаких тонких настроек у блокировщика, конечно же, нет. Я до сих пор стою на своем и считаю, что самый эффективный блокировщик рекламы и трекеров для хромиум-браузеров – это у Block Origin. Он не жрет ресурсы и работает как нужно. В Vivaldi его тоже можно поставить прямо из магазина расширений Google Chrome. После этого будет блокироваться все по максимуму. Что я могу сказать по поводу браузера Vivaldi? Несомненно, я не зря его повторно установил и попытался во всем разобраться. Этим браузером определенно можно пользоваться только в том случае, если изначально потратить на настройку несколько часов или даже дней. В изначальном своем виде его интерфейс выглядит для меня совсем не привлекательным, так как сделан точно не для людей. И это я вам скажу очень грустно, потому что те возможности, которые есть в Vivaldi, удивляют и некоторые из них действительно полезны. Если честно, я считаю, что даже разработчики этого браузера понимают, что с дизайном у них не все в порядке. Потому что если зайти на главную страницу сайта, то можно будет обнаружить, что на ней интерфейс браузера практически не демонстрируется. Видимо для того, чтобы не отпугивать будущего пользователя. В общем вывод у меня такой, функции интересные и полезные. Дизайн абсолютно никакой, если его изначально не настраивать. Но если вы устали от хрома и вас по какой-то причине не устраивает Firefox, то Vivaldi я определенно рекомендую попробовать. На этом с обзором все. Предлагаю дальнейшее обсуждение этого браузера перенести в комментарии. Если вы им пользуетесь, то поделитесь своими впечатлениями и расскажите, какие функции нравятся вам. Но если вы когда-то использовали Vivaldi, но в итоге решили отказаться от него в пользу другого браузера, то расскажите почему. С вами был Константин Андрианов. Надеюсь видео было полезным. Если да, то поделитесь им в соцсетях. Также поддержите канал подпиской, лайком. Ну и наконец-то, ударьте уже в этот колоколь. Пока.